Привет, красотка! Это я, 22 августа, стою в аэропорту и пребываю в шоке, что мы летим в Рим на 11.05. А это какие-то булочки в аэропорту. Это моя тень в аэропорту. А это я снимаю какие-то пирожные в аэропорту. Но это я в аэропорту. Так я выгляжу, когда не снимаю видео, а монтирую их. Ладно, а если без шуток, то я приглашаю тебя в наше свадебное путешествие. И голос за кадром уже становится лишним. Скажи по-итальянски, добрый день. Бонжорно. Бонжорно. Меня зовут Денис. Матьяма Денис. Молодец. Как дела? А нет, давай я спрошу, коме стайд? Оттима. Бена. Умничка. Ты что, итальянец? Грация. Грация. Давай, допустим, мы с тобой сидим в кафе, и ты спрашиваешь, сколько стоит вот эта штучка над вкусом. Хочешь спросить, сколько стоит? Кванто. Кванто Коста. Ты так говоришь, отрывисто, да, правильного. Кванто Коста. Белли. А. Белли. Белли? Белли. Что это? Красавица. Красавица Белла. Белли. Белли, это красавицы. Ты здесь видишь все красавицы? Нет. Мы специально проснулись в 5 утра, чтобы прийти посмотреть на эту красавицу. Здесь уже много людей, но на самом деле это не так много. Я смотрела фотографии, что здесь творится днем, вечером. Это просто капец. Здесь нигде нельзя не сесть, не посмотреть, мне кажется, даже. А мы сейчас даже сфотографировались достаточно свободно. Мы попали в кадры без людей. Это очень большая редкость. Мне дали ехать, чтобы его кинуть и вернуться сюда взять. Мне там много традиций, чтобы вернуться, чтобы быть богатым, чтобы быть счастливым. Каждый день в фонтане Дуитреве находят 3000 евро, например. Я сюда вернусь. А ты нет, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Если вы будете в Италии, не во всех городах, конечно, но в больших, типа Рима, Милана, увидите вот такое мороженое, грамм, обязательно берите его. Это лучшее, что я ела. Я очень советую с писташкой и шоколадной. Да, в принципе, мне кажется, любое, если вы возьмете, вы не пожалеете. Короче говоря, пешком круто, конечно, ходить, но мы решили взять вот такие велики. Очень долго разбирались, как это делать. То ли мы старпёры стали, то ли что. Я не знаю, но реально что-то слишком долго, мне кажется, мы разбирались. В итоге скоро я пойду брать свой велик. Стоит он 4,5 евро на день. Четвёртый. Вот это он, да? А. Супер. Ну-ка, прочитай, как итальянец в этот класс. 4 минуты. Молодец. Метро 10 стой, конечно, но не спрос. Всем доброе утро. Я тут поняла ту прекрасную вещь, что я очень много снимаю кадров красивых для влога. Это же типа будет влог, но я думаю. Но я вообще не говорю в этих видео. То есть я просто снимаю всякие красивые местечки и вообще с вами не общаюсь. Мне кажется, что это не есть хорошо. В общем, сегодня решила поговорить. Мы сейчас находимся на озере Кома. Мы уже были в Риме, были в Милане и приехали на природное место. Здесь просто обалденно. Мы очень сильно любим в путешествиях именно какие-то природные места. В Милане, конечно, очень красивый дом. В Милане очень красивые улицы, очень красивые всё. Но как-то отдыхаем душой и телом именно вот в природных местах. Вот знаете, когда видишь этот вид, горы, озеро, когда поднимаешься на горы, когда, не знаю, чувствуешь эту всю энергию. Вот это для нас отдых. Поэтому после озера Кома у нас будет ещё озеро Гарда. Это очень красивые места. И с тем будет Венеция. И сегодня мы решили отправиться в Швейцарию. Так легко звучит, типа, поехали в Швейцарию. Но дело в том, что здесь до неё, до ближайшей точки Швейцарии, буквально 6 километров. То есть Италия ограничится Швейцарией. И вот то, где мы сейчас находимся, это вот одна из самых ближайших точек до Швейцарии. Поэтому мы решили, что почему бы нет, если есть такая возможность. И мы поднимемся там тоже на гору. Ответьте, кстати, вот здесь, это где-нибудь на опрос. Как вам больше нравится, когда во влоге блогер говорит вообще или нет. Это улочка, на которой мы живём. Мы взяли машину в аренду впервые в жизни, в нашей практике. Это и здесь так необычно. Здесь люди паркуются просто вот впритык. Я не знаю, мне кажется, это невозможно. Вон Денис. У нас Ford Fiesta вроде бы. Я разбираюсь в машинах только по цветам. У нас чёрненькая. Офига, чувак, захотел попантоваться. Ты знаешь, куда мы едем? Нет. Мы едем заодно в Костичери. Это типа кондитерская, булочная. Там можно попить кофе, я очень надеюсь. И съесть чего-нибудь вкусненького к кофе. Оценка в гугле у этой Костичери есть 4,8. Что я считаю невозможно. Вчера был понедельник, это означает, что итальянцы не работают. Мы туда хотели поехать, приехали. Всё было закрыто. Мы поднялись на подъёмнике на Кардаду. Это вершина Альп. И сейчас мы поднимемся ещё выше. Здесь невероятно вкусный воздух. Так пахнет. У меня аж немножко голова загружилась. Я всегда чихаю, когда смотрю на солнце. Скажите, я не одна ведь такая, да? Я там что-то читала когда-то в интернете, что у 1% людей, по-моему, такая фигня, что когда они смотрят на солнце, какой-то рефлекс, что-то там в носу щекотит, и поэтому хочется чихнуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем поздорно! Мы едем сегодня в Гардалэнд. Гардалэнд это третий по величине, да? Популярности. По популярности. Парк развлечений, парк аттракционов в Европе. Это типа Диснейленда. Мы уже в предвкушении. Он прямо называется парк Адреналина. Мы любители такого. Ты любитель? Да. Покажи виноградники. Целые площади огромные. Ну, в общем, Денис попросил, чтобы я показала вам виноградники. Не особо, конечно, видно, но это виноградники. Кстати, у нас есть такая романтика. Мы очень любим путешествия. То есть, именно когда мы едем куда-то на машине, брать по пути в Макдональдс и кофе. Именно в Макдональдс, именно кофе, именно в машине. Это прямо традиция. Поэтому, когда мы увидим на дороге обозначение мака и количество метров, которое означает, что он совсем скоро, мы всегда сворачиваем. Мы посетили все адреналиновые горки. Я просто умираю. Я решила прилечь, потому что я не соображаю вообще, что происходит. У меня тряслись колени, у меня тряслись руки, пальцы, ноги. У меня были мокрые ладошки, мокрые ступни. Это при том, что я очень сильно люблю адреналин и вообще много чего уже испытала. Но это было просто жесть. Денис пошел за сладостями, потому что, мне кажется, моему мозгу нужен сахар. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Дениса, как вы уже наверняка поняли, мы в Венеции. Вот я сейчас стою, жду Дениса. Мы выселяемся. Это уже второй день у нас был в Венеции. И сегодня 3 сентября. 3 сентября. Это означает, что завтра у меня день рождения. И, собственно, мы уезжаем из Италии. И я не знаю, куда. Я еще ни разу, если честно, не летела на самолете в неизвестном для себя направлении. То есть в идеале для Дениса, чтобы я закрыла глаза и уши, когда мы будем в аэропорту. Потому что я ничего не слышала, не видела. И у меня реально, у меня ноль догадок. Вот знаете, у меня на самом деле фантазия на этот счет. Ну, то есть я люблю всякие сюрпризы. Сама очень часто делаю. Но кто бы мне когда-нибудь не пытался взять какой-нибудь сюрприз, я всегда догадывалась хотя бы приблизительно, что это такое. Конечно, да, мне было приятно, но все равно примерно что-то знала. Сегодня, сейчас я вообще ничего не знаю. Причем здесь такое, знаете, серьезное дельце. Мы едем в другую страну или в другой город. Я не знаю тоже, куда мы едем, но это будет точно не Италия. Денис прикалывается, говорит, что это будет Челябинск. Куда мы едем? Не скажу. Ну, куда? Челябинск. Вы представляете, мы уже стоим на стойке регистрации, а этот молодой человек, а ну поднимись, говорит мне не смотреть, куда мы летим. Я стою в очереди в наушниках, потому что уже не будет слушая посадка, а у меня песня сейчас играет. Лошадка Микантары. Я узнала, куда мы летим. Нас так трясло только что, что я думала, что мы умрем, если честно. Где-то месяца два назад я Денису рассказала о таком райском месте, как Азорские острова. Он вообще не знал, где это находится, что это и как. И я ему показала фотографии, сказала бы, что это просто невероятная мечта там побывать, насколько там красиво. И вот куда мы, собственно, и прилетели. У нас пересадка в Лиссабоне, в столице Португалии, буквально 5-6 часов. И мы вырвались из аэропорта погулять и, конечно же, загуглили самый центральный просто парк. Пришли в парк, и что мы здесь видим? Я впервые вижу в центральном парке, я даже не знаю, индюк это или кто, там ходят петухи. Там чувак почему-то именно в бассейне наполовину стоя просто чистит всё, и рядом с ним все плавают. Вон петухи, шикарное какое-то дерево красивое. Смотрите, какое мохнатое дерево. Причём это всё ветки, а кажется, что это какие-то волосы издалека. Чебурашка! Поехали! 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 Фух, красотки! Я настолько много снимаю всего, как всегда, и вообще не появляюсь, мне кажется, в видео, где мы сейчас находимся, что происходит. В общем, мы сейчас на Азорских островах, здесь безумно красиво, здесь такая природа, здесь такой океан. Хотела информативности немножечко добавить, рассказать о том, как мы останавливаемся в каких-то отелях, как мы планируем наше путешествие, именно с учетом того, что мы не знаем вообще ничего в этих городах. Вот, допустим, мы ехали в Венецию, да, мы не знаем, что там хорошее, что там плохое. Никто у нас из знакомых туда не ездил, чтобы вот так вот спросить, где там хорошо. И очень много точек мы сменили за наше путешествие. И во всех этих местах нам нужно было нормально как бы жить, нормально существовать, ночевать. Утром что-то есть, потому что мы выбираем со шведским столом, чтобы не тратить время на то, чтобы искать там еще какие-то кафешки с утра и где-то завтракать. В общем, это такая нормальная составляющая путешествия, то, где вы будете жить. Я рассказывала вам уже в Инстаграме, и хочу поделиться здесь, потому что здесь у меня больше аудитории, что мы пользуемся сервисом Островок. Это сервис, в котором можно найти миллионы отелей, апартаментов по всему миру. Очень много преимуществ есть в этом сервисе. Во-первых, там есть система банка снов. Звучит непонятно, сейчас объясню. В общем, при каждом бронировании какого-то отеля, например, вам достается определенный процент с этих денежных средств, как кэшбэк, знаете, возвращается. То есть ваши же деньги вам возвращаются, и они накапливаются в виде снов. И вот вы что-то бронируете, бронируете, и у вас копятся ваши проценты, ваши же деньги. И потом у вас накопится, допустим, определенная сумма через некоторое время, на которую вы полностью сможете оплатить следующее бронирование в каком-нибудь отеле. То есть фактически это вам достанется за бесплатно, потому что это ваши же деньги когда-то отданы, и вам бесплатно отдали с них процент. И мы с Денисом таким образом уже накопили около трех тысяч снов. И в каком-нибудь следующем бронировании мы можем спокойно эти три тысячи списать и не тратить свои деньги, а потратить деньги, которые нам бесплатно фактически дали, накопили. Также, что очень круто, Островок дает более выгодное предложение. Мы очень часто сравнивали один и тот же отель на разных сайтах, на Островке и еще где-нибудь, на популярных каких-нибудь сайтах бронирования. И Островок всегда выигрывал по цене. Так что если вы будете путешествовать, если будут путешествовать ваши друзья, родственники, и вы хотите им помочь, это замечательный сервис. Я лично рекомендую, потому что он действительно спасает, выручает все наши отели, в которых мы были, найденные с помощью этого сервиса, найденные с помощью реальных отзывов людей. Потому что я людям доверяю больше, чем каким-то там звездам в отелях или рейтингу популярности. Потому что вот когда человек пишет, в отеле клопы. Пятизвездочный отель, но там клопы, извините. То ты все, сразу же этот отель отметаешь. Мы на Азорских островах проведем еще три дня, и потом у нас будет очень тяжелый перелет. И я на самом деле, с одной стороны, уже очень сильно соскучилась по рабочему процессу, по видео, по монтажу, по всему этому. Но с другой стороны, понимаю, что, боже мой, мы приедем, у нас будет 10 градусов, не будет океана, нужно будет готовить. Нет, готовить я, конечно, люблю, но все равно. В общем, здесь мы сейчас пока что находимся в таком райском раю. Я думаю, что мы еще очень долго будем вспоминать, помнить наше свадебное путешествие, плавно переходящее в мой день рождения. Ну что ж, красотка, давай заканчивать это насыщенное видео. И я предлагаю закончить на виде шикарных альп через иллюминатор. Пиши в комментариях, понравился ли тебе такой длинный влог. Пока-пока.